В эфире новости Анапа-регион в студии Сергей Корабельников. Здравствуйте! Итак, сегодня выпуски. Здесь еще развивается прогрессивность. Перебои с электроснабжением субсеха и благоустройство дороги в территории. Рабочая группа законодательного собрания края поможет в решении анапских проблем. Ценно такое качество Анапы, как курорт семейного отдыха. Курс на реабилитацию и профилактику. Новые тренды санаторно-курортной отрасли обсудили во время научно-практической конференции в рамках выставки «Анапа. Самое яркое солнце России». Вряд нормативных актов, которые упростил приобретение гражданства, получение разрешения на временное проживание и вида на выписку. Уважение к закону, уважение к себе. Федеральная миграционная служба отмечает 15-летие. В Анапе начались работы по расширению дорожного полотна на Сиферопольском шоссе. Теперь из города до кольца возле санатория «Россиянка» будет не одна, а две полосы. Что это даст? Это даст возможность наконец-таки решить, кажется, уже вечную проблему с пробками в летний сезон. Этот вопрос находится под личным контролем главы Анапы. Одними из первых новую схему движения оценила наша съемочная группа. Летом автомобильная пробка на Симферопольском шоссе начиналась практически с центра города. Нередко на выезд из Анапы жители и гости курорта могли потратить больше часа. К этому сезону проблема будет решена. На этой неделе на Симферопольское шоссе зашла строительная спецтехника. Сегодня мы начинаем реализовывать те проекты, которые мы рассматривали в рамках подготовки к курортному сезону. То есть расширяем правую полосу на выезд с Анапы на Чембурку, сделаем ее отдельной полосой и уведем транспортное движение на Чембурку. И делаем кольцевое движение вот здесь на треугольнике на «Россиянке». Это даст возможность транспорту двигаться намного быстрее. В курортный сезон приезжают тысячи машин. Уже сегодня тут есть проблемы. Я думаю, что тем самым мы улучшим транспортную развязку. На строительной схеме подробно видно, что уже не одна, а две полосы начинаются от улицы Северной. Это один из самых проблемных городских перекрестков. Именно здесь возникают пробки. Протяженность дороги составит 2 километра 177 метров. В результате Симферопольское шоссе станет четырехполосным. Сейчас идет выемка грунта для создания поворотной полосы на станицу Гастагаевская. Работают дорожно-строительные механизмы, экскаватор, экскаватор-погрузчик, катки, самосвалы, автогрейтер. Выполняем работу по уширению. То есть порядка 5-8 единиц. А самый пик, когда уже будет укладка производиться асфальта, с тротуарами будем заниматься, ну единиц, наверное, 20. Кроме этого, немного изменится и сама схема движения. Трасса, которая идет в сторону аэропорта, будет проходить не прямо, мимо поста ДПС, а по кругу, вокруг въездной группы. Такая схема позволит не только освободить въезд в город, но и отказаться от светофора, на который жалуются все автолюбители. Сейчас этот вопрос на согласовании. Все работы планируется завершить к концу мая. Руслан Душевский, Анапа, регион. Решение проблем с электроснабжением села СУКО, продолжение программы формирования комфортной городской среды. Сегодня эти вопросы стали главными на заседании рабочей группы Законодательного собрания края. Провел его представитель комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, транспорта и дорожного хозяйства Владимир Чепель. Подробности в нашем сюжете. Качество электроснабжения СУКО от жителей этого села в адрес краевых парламентариев поступила жалоба. Из-за низкого напряжения в сети у людей возникают перебои в работе бытовой техники, проблемы с отоплением. Представители Кубани-Нерго заверили, что у этого вопроса есть решение. В этом году запланирована реконструкция двух высоковольтных линий, питающих село Субсех. На эти цели предусмотрено свыше 17 миллионов рублей. Краткосрочно это с установкой дополнительных капель до 20 марта мы выполним. Это те, которые сейчас в принципе могут снять кризисную вот эту ситуацию. А для того, чтобы и перспектива появилась какая-то, и еще более улучшилась, это до конца года будут проведены масштабные реконструкции этих двух линий. То есть к следующему отопительному сезону практически этих проблем не будут возникать? Да. Председатель комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, транспорта и дорожного хозяйства поставил этот вопрос под личный контроль. По мнению депутата, качественное электроснабжение курортных территорий края одна из приоритетных задач ближайшего времени. В первую очередь Черноморское побережье нужно обеспечить в полном объеме трансформаторной мощности, ну естественно качеством. Это напряжение 220. Здесь все развивается прогрессивно. В Анапе продолжится работа по формированию комфортной городской среды. В прошлом году в рамках этой программы были выполнены масштабные работы по благоустройству одной общественной из шести дворовых территорий на общую сумму свыше 67 миллионов рублей. В этом году Анапа вновь примет участие в этом проекте. Запланировано выполнение работ по благоустройству четырех дворовых территорий многоквартирных домов общей площадью 28 375 квадратных метров на общую сумму 49 миллионов 68 тысяч рублей. В отношении благоустраиваемых объектов разработана проектно-сметная документация, пройдена процедура проверки достоверности определения сметной стоимости в Краснодар-Крайгосэкспертизе в целях заключения соглашения о предоставлении субсидий на выполнение работ по благоустройству проектно-сметная документация, а также положительные заключения на сметную документацию представлены в Министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края. Председатель комитета ЗСК по вопросам топливно-энергетического комплекса, транспорта и дорожного хозяйства Владимир Чепель поблагодарил активную общественность Анапы за проделанную работу, подчеркнув, что это очень значимый и по-настоящему народный проект. Также он рекомендовал тщательно контролировать, чтобы все работы осуществлялись строго в соответствии с графиком. Включать в программу не только городские, но и сельские объекты. В этом году одна из территорий, планируемых к благоустройству, расположена в селе Суко на улице Желанной. Там будут проведены работы на сумму свыше 10 миллионов рублей. Установлены детские площадки, тренажеры, высажены деревья и кустарники, оформлены парковочные места. Никита Бойко, Сергей Корабельников, Анапа-регион. Ученые с именем и авторитетные представители российской медицины сегодня приняли участие в работе научно-практической конференции. Прошла она в рамках международной выставки «Анапа. Самое яркое солнце России». Традиционно, вот уже 16 лет подряд, докладчики и участники собираются в стенах санатория «Де Луч». Место встречи не случайно. Именно здесь, на базе старейшей здравницы Анапы, рождаются идеи и проекты, которые зачастую определяют дальнейшее развитие курорта. Так было и в этот раз. Реабилитация – это направление, убеждены участники конференции, сегодня выходит на первый план, если мы говорим об организации работы современных санаторных комплексов. Анапа, по мнению экспертов, идеально подходит для развития оздоровительного туризма. Сама природа здесь лечит – морская вода, лечебные грязи и воздух. Эти ресурсы используют анапские здравницы. Гордость санатория «Де Луч» – методика нейрореабилитации. Восстановиться после инсульта в Анапу приезжают со всей страны. Популярностью пользуются и программы оздоровления детей. Анапу можно оценить так, что это один из таких наших передовых курортов и почитаемых на Черноморском побережье Кубани. Достаточно с хорошо развитой инфраструктурой, отдыхом, построением. Если считалось, что это только чисто детский курорт, то на сегодняшний день, можно сказать, очень важно и ценно такое качество Анапы, как курорт семейного отдыха. Я бы хотел это обязательно отметить. И считаю, что в данном случае Анапа развивается весьма успешно. Оздоровление – это не только процедуры, но и правильное питание. По словам ученых, сегодня людям не хватает витаминов. Особенно подвержены гиповитаминозу дети. Чтобы поддерживать свой иммунитет, нужно гулять на свежем воздухе и ежедневно съедать по полкилограмма свежих овощей и фруктов. Мы есть то, что мы едим. И, соответственно, в первую очередь наши клетки будут чувствовать себя, соответственно, тому, как мы будем их питать. Организм человека расходует довольно много пищевых веществ и должен именно столько же получать с продуктами питания. К сожалению, в последнее время образ жизни современного человека не только у нас в стране, а во всем мире меняется. Соответственно, нужно менять и пищевые привычки и традиции. Два главных принципа рационального питания – это сбалансированность и умеренность по количеству. В этом году в Анапу приехали ученые со всей России. Они рассказали о главных направлениях развития курортологии и поделились опытом с местными специалистами. Мы рады, что в 16-й раз собирается эта научно-практическая конференция. Почему именно научная понятна, почему практическая тоже понятна, потому что здесь собираются именно и те головы, которые, как говорится, дают именно научный толчок для движения именно курорта лечения и больного вода лечения. Но еще и есть практики, которые это делают. То есть применяют именно эти знания на людях и оздоравливают, и приводят их к нужному, как говорится, боевому ритму, чтобы решать какие-то проблемы и задачи нашей страны. Я думаю, для местных врачей это очень интересно. Мы же все-таки провинция, и не все едут в ведущие центры в Москву, в Санкт-Петербург, чтобы быть в курсе современной медицины и всех новых технологий. Поэтому мы даем возможность именно здесь, приглашая ведущих специалистов области медицины, чтобы они это знали, стремились, повышали свой уровень и вообще творили и развивались дальше, как медики. Медицинская научно-практическая конференция проходит уже 16 лет. На ней побывала не одна сотня анапских врачей. Полученный опыт они применяют на практике, повышают уровень медицины и разрабатывают новые методики. Санаторий «Делуч» всегда находится на передовых позициях. В Здравнице одни из первых открыли бассейн с морской водой. А в этом году здесь планируют реализовать другой масштабный проект – построить термальный комплекс. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа-Регион. Федеральная миграционная служба вот уже 15 лет на страже интересов России. Только в этом году из нашей страны было депортировано порядка 200 тысяч нелегалов. Но это касается только тех, кто нарушил визовый режим или совершил правонарушение на территории нашей страны. Законопослушным гражданам бояться нечего. Более того, здесь всегда готовы прийти на помощь. В этом убедился Руслан Душевский. Аганес Закарян в 90-х вместе со своей семьей проживал в Ленинакане. Жена с ребенком были вынуждены уехать на постоянное место жительства в Анапу. Гражданство получили без проблем. А вот сам Аганес из-за постоянных командировок так и остался гражданином Армении. За помощью в получении вида на жительство в России обратился в Анапский отдел по вопросам миграции. Сотрудники ФМС помогли собрать и оформить документы. Теперь он гражданин России и сможет спокойно воссоединиться с семьей, не опасаясь депортации. Город очень красивый, курортный, люди вежливые, хорошие. Поэтому я в многих местах был и в Москве, и в Петербурге, и в Харкове, и везде. В многих местах я, ну, временно жил, работал, как бы, в командировке Анапа. У меня, как бы, по душе. И всегда тепло, и люди, и погода, и море. Но не всегда такие истории заканчиваются благополучно. В прошлом году гражданин Судана с целью получения разрешения на временное проживание женился на россиянке. Как выяснилось позже, без цели создания семьи. По результатам проверки анапским судом, брак был признан фиктивным. Вид на жительство иностранного гражданина был аннулирован. Всего в Анапе в прошлом году было выявлено 258 иностранцев, которые незаконно проживали в муниципалитете. Выявлено 25 фактов фиктивной постановки иностранных граждан на учет. По выявленным фактам возбуждены уголовные дела. В последние годы изменилась тенденция в том плане, что когда начались военные действия в оккупированной части Украины, были приняты ряд нормативных актов, которые упростил приобретение гражданства, получение разрешения на временное проживание и вида на жительство. В частности, сократились сроки. Также был принят закон о носителях русского языка. Это те граждане, те наши соотечественники, которые могут в упрощенной форме приобрести гражданство Российской Федерации. Сейчас в штате ФМС работает 28 человек. В целях сокращения очередей обратиться в отдел можно через сайт госуслуг. Кроме этого, изменения в миграционном законодательстве публикуются на официальном сайте МВД России по Краснодарскому краю. Руслан Душевский, Анапа, регион. Все регалии и звания этого человека перечислять можно долго. А вот главное дело его жизни, как он сам говорит, воспитание молодежи в духе патриотизма. Владимир Никитин работает в разных жанрах. Пишет песни, стихи, сам поет, аккомпанируется на фортепиано и гитаре. А накануне в Центре культуры Родина прошла его встреча с юными казачатами. Побывала там и наша съемочная группа. Владимир Никитин Владимир Никитин – член-корреспондент Петровской академии наук и искусств. Хармессер Кубанского казачьего хора. Регент Екатеринодарской духовной академии. Художественный руководитель творческого объединения духовно-исторической и казачьей песни «Слава России». В Анапе перед казачатами он выступает шесть лет подряд. Стимул есть. Все казаки в битвы той паре. Похедон ворогом вышел навстречу. В ими равном бою устроил им сечу. Когда видишь глаза мальчишек и девчонок, когда они загораются духом патриотизма, желанием подражать этим людям, хочется еще больше творить. Я бы посоветовала каждому посетить этот концерт, чтобы понять, что такое для нас Отечество, прошлое нашего Отечества, потому что без прошлого нет будущего. Владимир Борисович работает в стихотворно-палатном жанре. В песнях отражаются исторические события всей России, история казачества, а также биографии великих людей. От прославившихся военачальников Руси до рода Романовых. Александр Невский, Дмитрий Донской – это все наши предки. Как они завоевывали победы, как Ермак завоевывал землю для нас, для России. Все это в стихах и в песнях лучше воспринимается. Детям это нравится. Раньше былиные баллады писали о богатырях земли русской. Переворачиваем страничку в несколько веков, и вот уже наши современники смотрят на нас из баллад Никитина. Это военнослужащие Андрей Туркин и Александр Прохоренко. И даже звезда советского спорта Виктор Шувалов. Жанр весьма необычный. Что меня поразило в его жизни, в 90-х годах он продал свою медаль, чтобы выжить. И вот в 2014 году Владимир Владимирович Путин вызвал юбиляра в Кремль. Прислал за ним машину. И в Кремле, после того, как наградили молодежь, Владимир Владимирович пригласил Виктора Григорьевича Шувалова. Шувалов увидел в руках Путина медаль, которую он продал в 90-е годы. И Владимир Владимирович вручил ему эту медаль. Извинился за то, что были такие годы, тяжелые, лихие. Но медаль отыскали в Соединенных Штатах и вернули юбиляру. На данный момент у Никитина 18 изданных книг, 30 песен и кантат, а также хоровых циклов. Основной посыл – любовь к родине, отечеству, богу, матери, преданность нашей земле, патриотизм. Говорит завершение выступления Никитин. Два его произведения даже включили в учебную программу седьмых казачьих классов в Анапе. Анна Жукова, Роман Беркалиев, Анапа. Регион. Все выпуски новостей вы можете найти на нашем сайте на прогион.ру. А на этом я с вами прощаюсь. Всего самого доброго. Государственная инспекция безопасности дорожного движения предупреждает водителей. Садясь за руль в состоянии алкогольного опьянения, вы подвергаете опасности не только себя, но и ни в чем не повинных людей. Сомнительное удовольствие и халатность могут стать причиной роковой ошибки. Редактор субтитров А.Семкин